Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодня мы поговорим об изменениях в рекучете для тех предприятий, которые работают с упрощенкой. А вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефонные контакты, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант, аналитик 1С Гардышева Галина. Мои контактные данные вы тоже видите на экране. И компания Кодерлайн приглашает вас к сотрудничеству, то есть мы занимаемся всем спектром работ с программным обеспечением 1С и будем рады оказаться вам полезными, так что обращайтесь, милости просим. Программа сегодняшней нашей встречи будет следующая. Вы видите на экране темы, про которую мы поговорим. То есть это упрощенная декларация по УСН, новые формы и сроки подачи по соответственно и уведомлений и по прочим налогам. Про повышение ставки НДФЛ мы с вами еще поговорим и про дополнительные сервисы и отчеты, которые можно использовать при подготовке регламентированной отчетности. Строится наша сегодняшняя встреча будет следующим образом. Мы будем по слайдам разговаривать о нормативной базе, так сказать, о законодательных изменениях и будем переключаться с вами на демо-версию ERP. Сейчас мы с вами это сделаем, то есть переключимся. И уже, так сказать, ручками будем на практике смотреть, что где находится, ну то есть на практике смотреть то, о чем мы с вами поговорили по слайдам. Начнем немножечко, так сказать, с истории балета. И вот о чем поговорим. То есть в 23-м году по упрощенке, так же, как и, собственно говоря, для всех других налоговых режимов, были изменены сроки уплаты авансовых платежей. И были изменены на единые сроки подачи отчетности. Связано это было с тем, что с нового года все организации перешли на ЕНП, то есть единый налоговый платеж. Ну и, соответственно, на подачу уведомлений об едином налоговом платеже, либо по уведомлению, либо по платежным поручениям. Поскольку в единых налоговых платежах, в авансовых платежах по налогам были изменены сроки, то пришлось изменять и форму декларации. То есть, соответственно, авансовые платежи по налогам и предприниматели, и юридические лица должны уплачивать не позднее 28-го числа месяца, который следует за истекшим отчетным периодом. И по итогам года платежи должны быть выполнены не позднее 28-го марта следующего года. Декларации, которые составляются ежегодно, то есть раз в году, по итогам года мы должны сдавать не позднее 25-го марта. А вот предприниматели, соответственно, должны уплачивать налог не позднее 28-го апреля. Ну и предоставлять декларацию тоже не позднее 25-го апреля. В связи с этим вот и были внесены исправления в налоговые декларации. Вы видите на экране ссылку на нормативные акты. То есть это у нас приказ налоговой инспекции. Вот вы видите его от 22-го года. И мы должны учитывать уже все эти изменения в отчетности за 23-й год. То есть, соответственно, за первый квартал для ежеквартальной отчетности уже применялась и новая форма, и, соответственно, новые правила. Но здесь получилась небольшая юридическая коллизия. Когда подавать декларацию по новой форме на ОСНК? То есть это у нас ежегодная декларация. То есть мы отчитываемся по итогам года. Но приказ, который утвердил этот новый бланк на официальном портале, был опубликован только 2-го февраля. И в самом тексте документа указано, что он вступает в силу через 2 месяца после опубликования. То есть эта новая форма применяется только с 3-го апреля. И причем за периоды, которые начинаются с 23-го года. И, соответственно, декларацию за 22-й год мы сдавали на старом бланке. То есть упрощенка за прошлый год давалась на старом бланке. А по авансовым платежам и уже по итогам года 23-го мы должны будем применять новый бланк. Еще хочется напомнить о том, что налоговая инспекция изменяла порядок, который регулирует сдачу годовой бухгалтерской отчетности. Это у нас был приказ от 21-го года. И в этих правилах был закреплен новый способ, как направлять бланк отчетности, а также изменения, которые затронули малые предприятия. Ну, несмотря на, скажем так, на то, что это страшно звучит, на самом деле это было больше, наверное, техническое изменение. То есть этим приказом просто снимали условие, которое было зафиксировано в бухучете. Оно состояло в том, что направлять отчетность можно было только через операторов ТКС. Ну, поскольку сейчас начали действовать сайты налогу на налоговой инспекции, стал действовать сервис по заполнению бухгалтерской налоговой отчетности в электронном виде и на других ресурсах тоже, то, соответственно, было добавлено, что теперь можно сдавать отчетность и через оператора ТКС, и на сайте налоговой инспекции. То есть сервис предоставления налоговой бухгалтерской отчетности в электронном виде. Собственно говоря, почему это было важно? Потому что сейчас налоговая инспекция формирует открытый информационный ресурс. Это ресурс бухгалтерской отчетности, ГИРБО. То есть вся отчетность, которая поступает от юридических лиц, публикуется на этом ресурсе. И если у вас была раньше обязанность предоставлять информацию, дублировать бухгалтерскую отчетность в другие органы, то теперь этого делать уже не надо. То есть с ГИРБО можно любой заинтересованной организации получить вашу отчетность уже самостоятельно. Ну и второй момент, на чем нужно остановить внимание, это то, что сейчас уплата страховых взносов 45 842 рубля на текущий год. И если ваш доход окажется больше 300 тысяч, то нужно доплатить 1% от суммы превышения. Ну и вы видите, для пояснения арифметический расчет, то есть что вам придется заплатить. Но напоминаю, что фиксированный взнос 45 842, это фиксированная часть, и платить эти взносы нужно даже, если вы не получали доходов. Обидный, конечно, пункт, но тем не менее действующий. Поэтому про него не стоит забывать. Минфин в письме от февраля текущего года, вы видите ссылку на документ, заявляла еще и о том, что нужно обращать внимание на коды ОКВЭД. Почему? Потому что упрощенки не подлежат услуге по производству ювелирных и других изделий из драгметаллов, ну или торговля ими. Такие компании не могут применять упрощенку. Но, как всегда, у нас всегда остается лазейка в заборе, и поэтому на нее тоже нужно обратить внимание. То есть не для всех видов деятельности, которые связаны с драгметаллами, действуют эти ограничения. То есть у нас есть запрет на производство ювелирных изделий из драгметаллов и торговлю. Но нет запрета для спецрежима по торговле ломом и отходами драгоценных металлов, производству бижутерии и ремонту ювелирных изделий. То есть лазейка в заборе достаточно широкая, при достаточно хорошо развитой изобретательности коммерция найдет возможность, как ей пользоваться. Еще один слайд хотелось вам показать. То есть он отражает динамику изменения законодательства по упрощенной системе налогообложения. Как вы видите, у нас изменение формы налоговой декларации было от 6 февраля и, соответственно, была включена, опубликована, включена в 1С форма регламентированной отчетности, которая вот у вас на экране отражается. Уменьшение по патентной системе и по упрощенной системе на размер фиксированных взносов для предпринимателей с 2023 года у нас тоже было опубликовано в январе. То есть, видите, еще 25 января. Ну и, собственно говоря, изменения, которые касались порядка начисления налогов по упрощенке, у нас тоже были датированы даже не началом, а концом прошлого года, но практически уже все как бы свыклись с тем, что изменения произошли и опробовали их на отчетности за первый квартал. Поэтому это больше, так сказать, исторический экскурс. Что и когда мы сдаем сейчас, в 2023 году, и в какие сроки? Ну, то есть, декларация по ОСН, как вы видите, у нас сдается в обычные сроки и, соответственно, штрафные санкции за непредоставление или за нарушение сроков предоставления в нашем случае будут составлять 5% от недоимки по декларации. Соответственно, за квартал, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% недоимки. При этом ограничена нижняя сумма минимум 1000 рублей. За бухгалтерскую отчетность у нас остались те же самые штрафные санкции, то есть 200 рублей за каждый документ. По стажу, то есть по бывшему пенсионному фонду, сейчас это у нас объединенный социальный фонд России, это у нас размер штрафных санкций остался тот же, то есть 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Но здесь нужно учитывать, что при начале работы с СФР, то есть социальный фонд России, за персональные сведения размер штрафов у нас остался прежний, но у нас изменился порядок уплаты. То есть сейчас это принцип как в ГАИ, отводится 20 дней на погашение начисленных штрафов. Если вы успели заплатить в течение этого периода, то вы платите не полностью всю сумму, а вы платите только 50%. Ну и соответственно штрафы по соцстраху, то есть несчастное страхование и травматизм у вас остались те же суммы, которые были и для социального фонда. Дальше у нас с вами идет вот какая вещь, то есть у нас есть упрощенная декларация и когда мы сможем ее применять, то есть согласно 80 статье налогового кодекса, мы можем применять упрощенную декларацию, если в отчетном периоде не проводилось никаких операций, за которыми последовало бы движение денежных средств по счетам или кассе. Вот это, скажем так, условие, которое сводит практически на нет, возможность применения упрощенной декларации, потому что даже если вы не проводили никаких операций, то есть у вас не было поступлений денежных средств или каких-то оплат, то в любом случае у вас банк начислял и списывал в безакцентном порядке суммы, которые причитаются за его услуги. То есть получается, что в 99% случаев были операции по расчетным счетам. Следующее условие – это если бизнес не работал с налогооблагаемыми объектами, которые предусмотрены упрощенной формой. Ну и, соответственно, в этом случае именно упрощенная декларация – это уже достаточно проблематичный, скажем так, аспект. И здесь у нас еще был вопрос, если предприятие имеет условия для применения упрощенного бухгалтерского отчета, то есть условия для применения упрощенной бухгалтерской отчетности, где в этом случае в ЕРП вести договора лизинга без дисконтирования. Но здесь, к сожалению, у нас есть ограничения, мы не можем отвечать на вопросы, которые не касаются темы нашего вебинара. А вопрос по лизинговым платежам – это, к сожалению, относится именно к таким вопросам. Поэтому, если ответ вам актуален, то приглашаем вас обратиться напрямую к нам и задать этот вопрос, во-первых, более подробно, и, во-вторых, мы ответим на него уже не в рамках вебинара, а отдельно с учетом ваших индивидуальных обстоятельств. Если у вас компания или ИП не платила доходов, то есть если у вас не было сотрудников на этот период, то, соответственно, у вас по НДФЛ пойдут нулевые показатели. Но вот здесь вот есть тонкость – заменить этот отчет упрощенным нельзя, потому что он подается в налоговую инспекцию отдельно. То есть по персоналу, по персонифицированному учету, по НДФЛ – это немножко отдельная песня. И еще, то есть сейчас я вывела на экран слайдик, когда нельзя подавать упрощенную декларацию. Ну, собственно, повторюсь, если у вас по счетам совершались любые движения средств, если ваши операции не облагаются налогом, но по ним сдается отдельная декларация, например, если вы имеете какие-то льготы, например, если вы не являетесь резидентом и так далее, то есть вы применяете нулевую ставку, то в этом случае налог вы не платите, но отчитаться вы должны, то есть вы должны подать соответствующую декларацию. И еще один пункт, когда вы не можете применять упрощенную декларацию, это если по… исходя из ваших оборотов и всего остального, как бы все остальные информации по вашему бизнесу, вы должны подавать декларацию чаще, чем раз в квартал. Ну, например, если у вас не упрощенная система, а общая, и вы платите авансовые платежи ежемесячно. То есть в этом случае неважно, какие были суммы, у вас должна быть полная декларация и, соответственно, декларация по налогу на прибыль. В какие сроки мы должны сейчас отчитаться? То есть за 22-й год люди уже давно отчитались и забыли про этот отчет. За первый квартал уже декларации тоже сданы. И, собственно, это была, наверное, самая тяжелая отчетность, потому что в первом квартале как раз-таки и должны были быть применены все новшества, которые у нас пошли с этого года. Сейчас у нас отчетность идет за полугодие, то есть мы ее должны сдать 25 июля. Это, извините, 25 июля, это мы должны сдать уведомление по начисленным налогам к уплате, а 28-го мы должны подать... Запуталась немножко в словах, извините. То есть за полугодие мы должны подать информацию о платежах 25-го числа, а, соответственно, оплатить их должны 28-го числа. И за 9 месяцев мы должны будем отчитываться в октябре 25-го числа и 30-го числа у нас срок уплаты. Обратите внимание на то, что здесь сроки, которые приведены в таблице, указаны с учетом переноса. То есть если у нас дата отчетности или дата уведомления попадает на выходной день, то, соответственно, мы подаем сведения в первый рабочий день после выходных. Это мы с вами, так сказать, в общем-то вспоминаем те нормативные требования, которые у нас предъявляются к документам и используются и сейчас. С 29 июня этого года, если у вас положительная сальдо на НС, вы можете засчитать его по уведомлению в счет НДФЛ раньше срока уплаты по налоговому кодексу. То есть сейчас у нас происходит резервирование платежей по НДФЛ. Производится оно на следующий день после того, как мы направляем уведомления, например, с указанием КБК по этому налогу. Ну и как вы, наверное, слышали, сейчас муссируются всякие разные постановления и дебаты на тему того, что НДФЛ вообще должен быть исключен из единого налогового платежа и, соответственно, должен жить отдельной жизнью, потому что получается ситуация, как в свое время с НДС, то есть что сейчас НДФЛ выходит, что как бы спонсируется за счет бюджета. И еще один вопрос, который всплыл, опять же, после принятия постановления о том, что по договорам ГПХ изменяется система налогообложения и авансы теперь будут облагаться подоходным налогом, то возникла ситуация, что по НДФЛ требуется подавать два уведомления в месяц, потому что первое касается выплаты налоговых, выплаты авансовых платежей, а второе касается уже начисления заработной платы, поскольку у нас до этого момента действовало положение о том, что датой начисления дохода у нас является последнее число месяца, а сейчас у нас считается дата выплаты, то есть оплата за первую половину месяца и за вторую половину месяца. Сейчас работодатели подавали одно уведомление в месяц не позднее 25 числа. Теперь, значит, у нас проектируется и обсуждается, что бухгалтера смогут направлять промежуточное уведомление не позднее 12 числа. То есть на данный момент это пока еще проект, но в этот проект можно будет пока добровольно вступать, то есть это уведомление можно отправлять в добровольном порядке, но сохранят или не сохранят такую возможность еще пока окончательно не ясно, потому что закон в окончательном течении еще у нас не состоялся. Но при этом надо помнить, что обычное уведомление 25 числа никто никуда не отменял, и, соответственно, оно обязательно к предоставлению. Еще немножко истории, ну, точнее, не истории, у нас с прошлого года действует комбинированная ставка по подоходному налогу, и если работник получает больше 5 миллионов рублей в год, то есть это порядка 416 тысяч в месяц, то сумма превышения НДФЛ начисляется по повышенной ставке 15%, то есть доход, который до 5 миллионов облагается по ставке 13%, а все, что свыше этой суммы, то это будет 15%, и, соответственно, в отчетности вы должны будете указать применение разных ставок. Но кроме 15% у нас есть еще доходы, которые облагаются по ставке 30% и 35%. Ну, 30% это, в принципе, тоже уже достаточно давно применяемая норма, и касается она доходов по ценным бумагам. Здесь оговорку нужно не забыть, что по ставке 30% облагаются такие доходы, кроме дивидендов, которые выпустили российские компании. Вы видите здесь комментарии, то есть в этом случае мы должны учитывать счет ДЭПа, это иностранного номинала держателя или уполномоченного держателя и так далее. Это у нас регулируется статьей 214 Налогового кодекса. И исключение у нас с вами содержится в пункте 214.6, опять же, Налогового кодекса. А вот ставка 35% это, ну, скажем так, более, ну, если можно так сказать, знаменитая ставка, потому что по ставке 35% облагаются доходы, которые квалифицируются как материальная выгода. Под это попало, к сожалению, достаточно много договоров о займах, ну, то есть практически договора о займах с физическими лицами. И в этом случае пересчитывается материальная выгода, которую получили работники его ТОНАТО. Ну, не обязательно работники, чаще, естественно, это были руководители или учредители предприятий. И вот эта материальная выгода как раз-таки попадает под обложение по ставке 35%. Ну, а если учесть, что многие предприятия через займы вносили средства на начальную организацию бизнеса и так далее, то, конечно, по таким договорам материальная выгода оказалась достаточно существенной. Ну, и НДФЛ, который по ставке 35% тоже весьма составляет большие суммы. Еще один момент, который надо учитывать перед тем, как вы приступили к формированию квартальной отчетности. У нас сейчас очень много всяких информационных сайтов, информационных ресурсов появилось. И, соответственно, кроме старых и давно привычных, там типа консультант, гарант и так далее, есть и достаточно новые сайты, но которые могут оказать серьезную помощь при работе с формированием отчетности. То есть вот один из таких сайтов – это налог.налог.ру. То есть это не латинские номинования, это русские номинования. И почему я остановила на нем внимание? Потому что это официальный сайт, и они очень хорошо структурируют и группируют там информацию. И, например, вот по НДФЛ за первый квартал был опубликован вот такой интересный чек-лист, где можно по гиперссылкам провалиться в нужный раздел, посмотреть, что вы не учли, или, например, проскалит, ну, мимо вашего внимания и так далее. К отчетности за второй квартал, то есть за полугодие тоже есть такая информация. И поэтому вот я упомянула сейчас этот сайт. Он, в общем-то, очень полезен при составлении годовой, ну, квартальной отчетности и помогает разобраться в том, что либо не очень понятно сформулировано, либо не полностью вам подходит, ну, согласно вашей специфике. И еще один сайтик, который мы хотели бы вам показать, перед тем, как мы перейдем к работе с нашей демобазой, это сайт, в смысле это слайд, который касается электронного документа оборота. То есть сейчас с электронным документом оборотом, как вы знаете, в обязательном порядке работают компании, которые с НДСом, ну, то есть НДС весь идет в электронном формате. И с марта этого года у нас введен электронный документ оборот при работе с транспортными средствами, с грузоперевозками. То есть это там обмен договорами фрахтования, заказами, заявками на перевозку и путевыми листами. То есть, соответственно, при использовании электронного документа оборота нам в этом случае необходимо не только применить возможности работы с электронным документом оборотом, зарегистрировать подписи, квалифицированную электронную подпись, усиленную квалифицированную электронную подпись, но и внести изменения в учетную политику. То есть закрепить в учетной политике работу с электронным документом оборотом, но и кроме учетной политики проверить некоторые другие разделы. В частности, это воинский учет. Мы с вами сейчас переключимся на нашу демо-базу и потом еще немножко поговорим про воинский учет, потому что, к сожалению, на это тоже нужно обратить внимание при составлении полугодовой отчетности. И мы чуть позже расскажем, почему именно. То есть мы переходим в нашу демо-базу. У меня сейчас на экране вы видите монитор портала. Почему я начинаю именно с него? Потому что здесь сейчас нам очень важно следить за актуальностью вашей конфигурации, за тем, какой релиз у вас установлен. Потому что все новые изменения, соответственно, и регламентированных форм отчетности, и изменения, которые вносились в упрощенку, ну, то есть все законодательные изменения выходят очень оперативно, и соответственно, если у вас не последний релиз, не актуальный релиз, то вы можете что-то упустить или применить не ту форму, и в этом случае налоговая вам пришлет, что ваша отчетность признана непредоставленной. Вот по этому поводу мы тоже чуть-чуть попозже еще поговорим. А сейчас, то есть видите, у меня доступно обновление программы, я могу посмотреть, и вот мне пишут, что обновление конфигурации не требуется, текущая версия вот такая-то. Нужно помнить о том, что есть версии длительной поддержки, то есть это 2.5.8 и дальше. Ну, сейчас уже есть 2.5.13, поэтому стоит проверить актуальность вашей версии. Проверяем мы ее вот по такой пиктограммке, то есть мы переходим вот по этой пиктограммке в меню, и используем пиктограмму И с точечкой, то есть информация. В этом случае мы видим с вами информацию о своей программе, то есть вот это у нас релиз платформы, а вот это у нас релиз конфигурации, который мы с вами применяем. У меня не самый последний релиз, но тем не менее здесь есть все интересующие нас на сегодня формы. Так, мы проверили релиз, и теперь мы можем переходить к настройкам, которые могут, скажем так, могут нас заинтересовать или будут актуальны. Актуальны при работе с закрытием квартала и с составлением отчетности. В этом случае у нас необходим нам раздел НСИИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. Мы входим в этот режим. И здесь, обратите внимание, у нас построение раздела таким образом строится. То есть центральная колонка – это настройки разделов, которые мы видим с вами вот здесь вот. Здесь мы по каждому разделу можем что-то подкорректировать, если вдруг оказалось, что у нас нашли какие-то ошибки. Ну и, собственно, раздел администрирования, где, в общем-то, технические действия собраны. Ну, то есть обновления, релизов, удаления каких-то объектов и так далее. И здесь же у нас с вами интеграция с маркируемыми товарами. То есть это сейчас тоже достаточно важно. Но нас сейчас интересует немножко другой раздел. Нас интересует раздел, где у нас указан воинский учет. И нас интересует, где сделать исправление, если что-то, какие-то недочеты обнаружили с учетной политики. Значит, если нам нужно посмотреть учетную политику, мы с вами должны открыть карточку организации. И здесь у нас с вами будет действовать вот какой момент. То есть если вы при первоначальных настройках указали, что у вас одна организация, то есть одно юрлицо, то у вас здесь не будет пункта организации. Он появится только в том случае, если вы выбираете мультифирменный учет. Тогда у нас при переходе в меню организации открывается общий журнал с нашими юридическими лицами. То есть видите, я включала многофирменный учет, поэтому вот мои юридические лица самостоятельные. А вот у меня есть еще филиалы, как выведены на отдельный баланс, так и нет. Берем любую абсолютно. Я беру первое, что попалось под руку. Это у меня вот мое юрлицо, его реквизиты и так далее. И закладочка учетная политика нас интересует. Раз уж мы попали в этот раздел, хочу обратить ваше внимание вот на что. Если вы хотите, чтобы у вас корректно формировалась вся информация по отчетности, по другим документам, то нужно заполнять абсолютно всю информацию, все разделы, которые вы видите. Потому что в этом случае включается, ну, во-первых, внутренний контроль, который предусмотрен в ERP, и программа вам может выдать какие-то полезные подсказки, а во-вторых, во всех печатных формах будет отражена в нужных полях нужная информация. То есть видите, у меня не заполнены АКВЭТ первые, АКВЭТ новые, не заполнены еще какие-то данные. Но у меня демо-версия, мне не страшно. А вот на рабочей базе это уже будет проблематично. Ну и, соответственно, при переходе на закладку учетная политика мы по гиперссылке проваливаемся в нужный раздел и можем его корректировать. То есть обратите внимание, у нас здесь есть отдельные настройки, которые касаются учета налога на прибыль в нашем случае. Поскольку у нас упрощенка, то, соответственно, мы должны будем указать параметры. Ну, допустим, вот. И проставить чекбоксы. Чекбокс – это вот такая красивая зеленая галочка. Соответственно, там, где настройка соответствует нашим реалиям. И здесь в учетной политике в обязательном порядке нам нужно сделать отметочку, что у нас применяется воинский учет. Потому что если в других конфигурациях, например, в бухгалтерии, доступен сразу весь функционал, то в ERP у нас некоторые разделы требуют дополнительной активации. И если вы не проставите такой отметки, то, соответственно, в нужном разделе у вас не будет возможности работать с этими документами. Там просто не будет отражаться этот блок. Такое изменение у нас в учетную политику касается именно воинского учета. Ну и, соответственно, закладочка «Зарплата и кадры». У меня стоит воинский учет, видите. Соответственно, если я оставлю изменить, я оставлю с какого года. Потому что многие компании, к сожалению, к воинскому учету относились достаточно легкомысленно, то есть спустя рукава. А сейчас воинскому учету уделяется повышенное внимание. И, соответственно, будут применяться и штрафные санкции за незадачу отчетности или за нарушение сроков. При этом независимо от того, есть у вас мальчики в компании, или у вас только девочки. То есть воинский учет требует внимания, ну и, соответственно, своевременного предоставления документов. После того, как мы ставим, что у нас ведется воинский учет, у нас в разделах «Зарплата», в разделах «Кадры» появляется блок. Вот видите, у меня здесь воинский учет. И я уже могу работать с документами, которые касаются воинского учета. Могу работать дополнительно. Еще один момент. То есть если я, например, проставила отметку, что у меня ведется воинский учет, я еще должна сделать отметку, как он у меня ведется. То есть в этом случае я отметочку сделала, что он ведется. После этого я перехожу в режим настроек раздела «Кадры». И вот здесь вот, если мы спускаемся немножко ниже, у нас идет настройка штатного расписания. И вот он наш воинский учет. То есть я ставлю флажок, то есть чекбокс, что я веду воинский учет. В этом случае у меня появляется дополнительно один обязательный отчет, который я должна буду сдавать в течение года. И если я ставлю флажок «Ведется учет бронирования граждан на период мобилизации военного времени», то, соответственно, у меня появляются еще два отчета. Ну, естественно, флажок я проставляю в том случае, если у меня есть категории, которые попадают под бронирование. То есть, например, программисты, депутаты, еще кто-то. Ну, то есть вот этот флажок мне добавляет еще два отчета. Так, теперь мы отсюда выберемся сейчас. И выберемся мы уже в раздел, в котором у меня стоит вся выбранная функциональность. И как посмотреть. То есть обратите внимание на то, что и кадры, и зарплаты. Если мы ведем, например, учет заработной платы в ЕРП, то для нас это обозначает, что в ЕРП у нас полностью имеется весь функционал, который включен в блок зарплаты управления персоналом, то есть ЗУП-ПРОФ. Поэтому все, что доступно в ЗУП-ПРОФ, у нас доступно и в разделах кадра и заработная плата в ЕРП. Единственное исключение, ну, даже не то, что исключение, а дополнение, что расширенный функционал у нас имеется в конфигурации ЗУП-КОРП, но в ЕРП возможности дополнительные, которые в КОРПе есть, не перенесены. И требуют, если это необходимо вам для ведения учета, дополнительных настроек и небольших, возможно, доработок. Это касается ведения обособленных предприятий, обособленных подразделений. То есть, если у вас, например, есть обособки в других регионах, допустим, филиалы, если вы работаете с госпредприятиями и корпорациями, в этом случае вам надо использовать будет ЗУП-КОРП. И здесь как бы немножко есть разница в функциональных опциях. Значит, у нас с вами воинский учет, вот он, мы его видим здесь. И каким образом мне посмотреть, что у меня касается новой отчетности, которая существует. Ну, во-первых, электронные трудовые книжки, то есть вы сами знаете, что сейчас это практически в обязательном порядке ведется. В меню электронные трудовые книжки у нас с вами есть возможность создать новые, ну, допустим, вот какой-нибудь документ я делаю. То есть, отчет... А, блин, так я... Сейчас, подождите, подвину. Да. То есть, когда я создаю здесь какие-то документы, то у меня, соответственно, появляется... Нет, так сейчас, извините, не покажу, потому что у меня нет сведений. У нас появляется возможность из раздела кадры формировать отчеты EFS-1, ну и, соответственно, все другие, которые были у нас не только из раздела регламентированный учет, куда у нас помещен весь блок регламентированных отчетов, но и из разделов кадры и зарплата у нас есть возможность перейти и использовать возможности построения, заполнения этих документов, собственно, для удобства. Потому что по законодательству отчет EFS-1 не указано, кто конкретно должен предоставлять. То есть, написано работодатель, но какие конкретно сотрудники, бухгалтера и кадровики, не написано. Поэтому можно варьировать, делегировать, допустим, полномочия, что отчеты по воинскому учету, по кадровым мероприятиям, то есть прием, увольнение формируют работники кадрового отдела и, соответственно, подают их. А то, что касается расчетов, начисления заработной платы, начисления взносов и налогов, это подают, например, работники бухгалтерии. Только если вы делегируете полномочия, не забудьте. Очень важный момент, кто подписывает документы. Потому что, как я уже говорила, налоговая инспекция имеет право признать вашу отчетность непредоставленной, если она подписана неуполномоченным лицом или подписана лицом, на которого не оформлена машиночитаемая доверенность или оформлена с какими-то нарушениями. Абсолютно та же самая функциональность у нас предусмотрена и в блоке заработная плата. То есть, видите, здесь у нас входит блок отчетность и, соответственно, разные справки и разные отчеты. Это абсолютно один и тот же блок, то есть, только входим мы у него с разных дверей. Одна и та же лестничная клетка, на которой мы выходим из разных дверок. И, в общем-то, еще хочу сказать, это дополнительный сервис. То есть, у нас название отчетность 1С, отчетность не только названия блока, но и название отдельного сервиса. То есть, этот сервис позволяет вести напрямую с сайтом, например, налоговой инспекции обмен, минуя операторов ТКС. То есть, раньше у нас отчетность проходила таким образом. Мы формировали отчетов в системе, выгружали его в сторонний файл. Этот сторонний файл передавали операторам ТКС. И уже операторы ТКС проводили обмен с фискальными органами. Сервис 1С-отчетность позволяет миновать этот шаг и обмениваться сразу напрямую с налоговыми инспекциями, допустим, с бывшим ФСС, сейчас это объединенный фонд и так далее. И чисто для удобства переход в эти разделы отчетности у нас выведен и в блок кадра, и в блок зарплаты и так далее. Сейчас мы снова вернемся с вами к нашим слайдикам. И снова поговорим немножко про воинский учет. То есть, как я уже сказала, если мы с вами проставили один флажок, что воинский учет ведется, то мы получаем обязанность оформлять форму 18. Это одна форма, которую мы должны сдавать в течение года. Если мы с вами используем возможность работы с бронированием, то у нас добавляются две формы. Форма номер 6 и форма номер 19. Здесь нужно учитывать, что с военкоматами сейчас еще электронный документ оборот не введен в обязательное применение. И поэтому, чтобы не было нареканий, обязательно нужно с военкоматом связаться и выяснить. Есть территориальные образования, у которых разработаны собственные формы бланков. То есть, где-то, возможно, содержатся какие-то логотипы, где-то еще какие-то дополнительные реквизиты. Поэтому, чтобы с отчетностью не возникло вопросов, вам нужно связаться с военкоматом и, соответственно, выяснить, по какой форме сдается. Потому что, как вы слышали, сейчас уже повестки отправляются в электронном виде. Ну, то есть, внимание к этому разделу, то есть, именно к воинскому учету и, соответственно, к документам. Это достаточно сейчас пристально уделяется. Снова вернемся сейчас к слайдикам. И я еще раз покажу то, где мы с вами уже походили ножками и потрогали ручками. То есть, это, вы видите, раздел НСИИ администрирования, кадровый учет, то есть, включение, активация функционала по воинскому учету. И обратите внимание, здесь поле, где мы должны поставить чекбокс, объект, комментарии. То есть, если вы засомневались о той или не той местах, где я должна галочку поставить, то комментарии помогут вам сориентироваться и, соответственно, не упустить важную информацию. И второй слайд, это в карточке организации, где мы с вами тоже уже были, закладка зарплата и кадры. И здесь вот у нас блок воинского учета. Собственно, вся документация, которую мы должны иметь, кроме того, что должны делать кадровики при приеме и при увольнении сотрудников, это вот здесь документы составляются. Сейчас мы переключимся, и все-таки не на слайде посмотреть. Это нам не нужно. Электронные трудовые книжки, кадровый учет. Вот то, что нам нужно посмотреть. То есть, это вот этот раздел воинский учет. Я провалилась по гиперссылке. Мы с вами уже видели вот этот интерфейс. И что здесь интересно. То есть, мы выставляем год, в котором применяется воинский учет. И по гиперссылке, вот мы проваливаемся, у нас составлен план работы по ведению воинского учета и, соответственно, приказ о вводе его в эксплуатацию. И если мы с вами не поленились и заполнили все поля, которые есть в карточке организации, то у нас выходит уже заполненный документ. Ну, практически, видите, у меня вот эти данные не заполнены, поэтому у меня их здесь и не отражается. Ну, а здесь уже, естественно, должны отражаться данные про ваш воинский комиссариат, и, соответственно, дается план работ. То есть, вы распечатываете план работ, вы делаете к нему приказ о введении, например, с 1 января этого года. И после этого ваши кадровики одновременно, ну, практически одновременно с подачей отчета ЕФС-1, то есть первого раздела, должны подавать сведения и в воинский комиссариат о приеме, об увольнении, о перемещении ваших работников и так далее. То есть в этом случае вы уже белые и пушистые, претензий к вам с этой стороны уже не будет, и, соответственно, не будет и штрафных санкций. Еще один момент. Сейчас снова мы посмотрим слайдик. Вот так переключимся. То есть это мы посмотрели с вами еще раз то, что необходимо зафиксировать, то есть активировать введение этого блока. И сейчас вы видите на экране перечень отчетов и, соответственно, законодательное обоснование, почему этот отчет предоставляется. Но здесь сейчас у нас внесены некоторые изменения. То есть первоначально в прошлом году, например, сведения, допустим, должны были подаваться в течение двухнедельного срока. Но сейчас, в этом году, этот срок изменен. То есть если мы сведения по кадровым мероприятиям в отчете ФС-1 должны передать в течение одного рабочего дня, то есть на следующий рабочий день уведомление уже должно быть отправлено, то для воинского учета раньше действовал двухнедельный срок. Сейчас этот срок изменен на пять дней. То есть сведения об этих же кадровых мероприятиях в военных миссариатах вы должны подать в течение пяти дней. То есть, как видите, сроки стали жестче, ну и, соответственно, ответственность стала жестче. Форма 9 и форма 6 у нас, вот видите, здесь описано. То есть, соответственно, сроки из двух недель сократились до пяти дней. Ну а ежегодный отчет, то есть вот сроки, которые у нас утверждены, ну стоит связаться с инкоматом, уточнить в вашей местности, возможно, установлены какие-то другие сроки. То есть, например, не ТЭЦ с 1 декабря, там до 1 декабря и так далее. Еще хотелось показать вам два слайдика. Мы про это уже скользко проговорили сегодня. Ну, первый, поскольку у нас изменяет соответственность за нарушение не только касательно декларации, но и касательно и персонифицированных сведений, и, как я уже говорила, не предоставление отчетности. Ну, про персонифицированные сведения я вам уже сказала. То есть, у нас в этом году 20 календарных дней от даты получения требования для уплаты. И если мы в эти 20 дней уложились, то у нас идет скидка, мы можем заплатить половину штрафа. А вот то, на что надо обратить внимание, это, в принципе, далеко не новость, но тем не менее. То есть, если вы нашли какие-то ошибки в своей отчетности или, не дай бог, вам пришло требование от официальных органов о предоставлении корректировок или исправлений, то в этом случае понятно, что вы должны пересчитать, ну, исправить ошибку, пересчитать налогооблагаемую базу. Ну, и здесь обратите внимание, сначала уплатить недоимку, а уже после этого отправить корректирующую отчетность. Потому что, если вы сделаете в другом порядке, то есть сначала отправите корректированную отчетность, а потом заплатите недоимку, то у вас вместе с недоимкой будет начислен штраф и пение, поскольку налог будет считаться неуплаченным до момента получения корректировочной отчетности. А вот самый неприятный момент, который у нас начал действовать с 2021 года, то есть уже практически два года, это то, что в 2021 году был принят дополнительный перечень обстоятельств, по которым налоговые органы вправе признать вашу отчетность не предоставленной, даже несмотря на то, что вы ее сдали вовремя, с подписями все в порядке, и как бы первоначально все ушло без всяких проблем, то потом вы можете получить такое замечательное требование, и обозначает оно следующее. То есть ваша отчетность либо подписана неуполномоченным лицом, мы про это уже говорили, это значит, что у вас что-то не в порядке с электронными подписями. Либо ваша отчетность подписана дисквалифицированным физическим лицом, и срок дисквалификации на момент подписи отчетов у вас еще не истек. Совсем уж такое, скажем, ну, мошенническое действие, это если отчетности или расчеты были подписаны умершим лицом, то есть имеются сведения о том, что он подписал лицо после того, как было зарегистрировано свидетельство о смерти. Ну, и, к сожалению, следующий пункт, это наиболее часто встречающийся, это в случае, если ваша отчетность подписана руководителем, в отношении которого внесена запись в ЕГРЮл о недостоверности сведения о нем. То есть что это значит? Это значит, что у вас в ЕГРЮл все хорошо, вы свое лицо зарегистрировали, и все у вас понятно и правильно, и вдруг, когда вы формируете отчетность, вам приходит такое уведомление. То есть это значит, что, например, ваш руководитель мог поменять паспорт по возрасту, это первое, самое распространенное. Второе, например, он вступил в брак и поменялся с этим паспорт, это второе. А ваша кадровая служба об этом ни сном, ни духом. Соответственно, возникает ситуация, когда в ЕГРЮл у вас внесены данные его старого паспорта, а в других контролирующих органах уже записи изменились. Естественно, поскольку сейчас электронный документ оборот между межведомственной, то, соответственно, у вас возникает такая ситуация, и мало того, что кроме того, что в ЕГРЮл надо внести изменения, вам еще надо потратить время на то, чтобы постараться исключить свою организацию из всех черных списков, куда она в связи с этим попала. Ну, естественно, еще один признак, по которому может отчетность быть не предоставлена, это если в ЕГРЮл внесены сведения о прекращении действия вашего юридического лица. Вот такой случай тоже бывает достаточно часто, потому что, например, ваше предприятие пошло на процедуру прекращения действия, вы опубликовали сведения сведения об этом событии в Вестнике или в другие официальные органы, и потом вдруг обнаружилась какая-то ошибка, и вам надо составить отчетность, а у вас уже, например, пришло уведомление о том, что запись исключена из ЕГРЮл. Ну, естественно, самый неприятный пункт, самый неприятный признак – это расхождение с контрольными соотношениями либо ошибки в расчете по страховым взносам. Ошибки в расчете по страховым взносам достаточно часто возникают из-за тем, что если много сотрудников и, соответственно, индивидуальные начисления выполнены правильно, то при своде этих начислений в общую сумму неправильно правила округления применяются. То есть это тоже может стать поводом для получения такого уведомления от налоговых органов. И здесь обратите внимание вот на что. То есть очень короткий срок внесения и исправления – это раз. А во-вторых, если такое основание у вас применено, то, соответственно, включаются все фискальные, так сказать, инструменты, которые применяются. То есть блокировка расчетного счета и так далее. То есть это тоже достаточно, получается, трудоемко все это ликвидировать. На этом, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы снова с вами сейчас вернемся на титульный лист. И я хочу еще раз напомнить вам наши контактные данные, то есть наши адреса электронной почты, наши телефоны, наши телеграм-контакты и пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Ну а на этом моменте разрешите попрощаться с вами. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время и за проявленное внимание. Всего вам доброго, благополучного дня. Субтитры создавал DimaTorzok